Достояние нашего Отечества Милиционер, собака-проводник слепых Сколько не перечисляй всех, профессий восточников не перечислишь Порода перенесла тяжелые времена Поголовье восточников в 90-е годы резко сократилось Из самой многочисленной она стала довольно редкой Но сегодня все чаще мы видим восточноевропейских овчарок старого типа, таких как раньше Это позволяет надеяться на скорое возрождение самой известной служебной породы В нашем ринге восточноевропейскую представляет двукратный чемпион Евразии Веорос Геркулес, владелец Алексеев, город Москва Ваши аплодисменты Предками южно-русской овчарки Являются древние брудастые собаки, пришедшие на юг России с индоевропейскими племенами Первые документальные упоминания русских овчарок появились в конце 19 века Южно-русскую овчарку не спутаешь ни с кем Лохматые белые собаки внешне напоминают огромных баллонок Но они являются прекрасными охранниками и грозой для злоумышленников Добрым людям тоже не стоит расслабляться Южак все-таки не баллонка Сегодня эта порода немногочисленна Но преданные породе люди дают нам надежду на ее будущее процветание Итак, вице-чемпион мира, интер-чемпион, чемпион многих стран Русский великан Валдай, город Москва Ваши аплодисменты Бурят-монгольская собака Аборигенная породная группа из Центральной Азии Близкий родственник монгольской овчарки и тибетского мастифа На родине в Забайкалье, Бурятии, Тыве Эти собаки используются как охранники Стандарт характеризует их как молчаливых и ненавязчивых Огромная работа по формированию этой породной группы Пройдена кинологами Бурятии Питомники, занимающиеся разведением этой породы, есть и в Москве Порода пока не признавцы В ринге эту породу представляет чемпион Евразии Дайр Дарстепей Хамар Владелец Гани в город Улан-Удэ Молодцы, хлопаем! Итак, первое, что бросается в глаза при встрече с одной из самых популярных пород в нашей стране Кавказской овчаркой Ее внушительная внешность, подчеркивающая сходство с любимым героем русских сказок С медведем Я не буду говорить долго о моей любимой породе Кавказских овчарок в нашей стране хорошо знают и очень хорошо уважают Предлагаю вам поприветствовать чемпионку Европы и многих стран Чемпионку национального клуба и чемпионку Евразии Русский риск Аврора, город Москва Русский черный терьер, довольно молодая порода, выведенная в послевоенное время в питомнике Красная Звезда Предками этих замечательных собак стали многие служебные породы собак Но основные из них Ризеншнауцер, Эрдельтерьер, Ротвеллер, Ньюфаундлен История знает немного примеров настолько удачных экспериментов В 1984 году порода была признана ФЦИ Этых собак называют жемчужиной российской кинологии И лучшие ее представители достойно показывают Россию на выставках всего мира Итак, нам прекрасно показался гранд-чемпион России, многократный чемпион Евразии Черный рыцарь из русской династии, владелец Рапопорт, город Москва Хлопаем! Средняя азиатская овчарка Древняя порода, ведущая свое происхождение от древних собак Тибета и собак Азии Они используются для охраны скота, караванов и жилища хозяева Заводская порода с породой была начата в Советском Союзе в 30-х годах прошлого века Сегодня эти собаки необыкновенно популярны в России и за рубежом Эта порода признана ФЦИ Мощь и сила азиатов в сочетании с элегантностью неподражаемы В ринге чемпион Евразии, молоденькая сука из Владивостока Ее кличка Решер Камал из Клови, владелец Мемрак Приветствия! Московская сторожевая Российская порода, пока не признанная ФЦИ, но очень сильно готовящаяся к признанию Поэтому их так много сегодня Они нам показываются во всей своей красе Это активные, подвижные, уравновешенные собаки Доброжелательные члены своей семьи и при этом обладающие прекрасными караульными качествами Это неприхотливая собака, которая может жить и в городе, и быть собакой-компаньоном А может быть и собакой-сторожем, так называемого уличного содержания Сегодня порода вне квалосифициации ФЦИ, однако надеемся, что в ближайшем будущем она появится на рингах Европы и мира Сегодня владельцы из Москвы и Санкт-Петербурга, вот в костюмчиках, представляющие нашу столицу Под ваши аплодисменты становятся на свое место Следующие породы Русские промысловые лайки Русско-европейская и западно-сибирская Ареал их распространения, соответственно, севера Европы, две европейской части России и Сибирь Русско-европейские лайки отличаются контрастным, очень красивым черно-белым окрасом Западно-сибирские лайки Крупнее и менее нарядные Обе породы признавцы Эти работяги точно не для диванов С ними ходят и на белку, и на медведя Охотничий азарт у них в крови Поэтому наши лайки необыкновенно ценятся настоящими охотниками Промысловые лайки редко показаны на выставках Сегодня вы имеете счастливую возможность увидеть русско-европейскую лайку из Тюмени Четырехкратный чемпион Евразии, интерчемпион Зайка Владелец ягунов, город Тюмель Прошу ваши аплодисменты Спасибо Западно-сибирская лайка Двухкратный лучший юниор Евразии, юный вице-чемпион Европы, краса охоты Ая Владелец токарев, город Москва Две юные девочки, прекрасные, спасибо Представляю очень редкую, очень экзотическую породу Якутская лайка Ее родина, арктическая часть Якутии Красавица и труженица, эта собака была и сейчас, является незаменимой помощницей коренных народов Якутии Она используется и как ездовая, и как охотничья собака Якутская лайка очень выносливая, способна работать буквально от зари до зари Она дружелюбна и общительна, к тому же очень красива Белая с пятнами, одета в густую пушистую шубу, позволяющую якутской лайке выдержать экстремальные морозы Часто у нее голубые глаза Но кто сможет устоять? Вот я точно не устояла, обожаю эту породу Пока эта порода не признана ФЦМ Но если любовь к якутской лайке будет распространяться так же, как гриб, такими же темпами То вскоре эта порода будет широко, широко, очень широко распространена во всему миру, не говоря уже о России Итак, двукратный чемпион Евразии Лаки, владелец Локшина, город Москва Прекрасно показался, спасибо ему Редкая охотничья порода Русский охотничий спаниель Единственная российская порода среди подружейных охотничьих собак Признанная пока только в России Причина возникновения этой породы довольно проста Ни один из привезенных из-за рубежа в конце 19 века спаниелей Не удовлетворял полностью наших любителей птичьей охоты Русский охотничий спаниель должен быть более темпераментным и более высоконогим При привычных для спаниелей размерах Чем большинство его европейских родственников И он гораздо лучше работает на территории нашей страны После окончания Великой Отечественной войны Работа над формированием породы продолжилась И в 51 году был принят первый стандарт породы Весьма популярная среди российских охотников порода Пока не признана ФЦИИ В ринге эту породу представляет Двухкратный чемпион Евразии Молоденькая Чаяна Владелец цветков, город Москва Поздравляем! Русский той Самая маленькая национальная порода собак Полученная в результате послевоенной работы По восстановлению почти утраченного в России Поголовья английских тойтерьеров Результат оказался очень привлекательным Особенно когда среди гладкошерстных собачек Стали появляться экземпляры с эффектными очесами на ушах и конечностях Таких собачек назвали московский длинношерстный тойтерьер И сегодня очень популярная в России и за рубежом порода Имеет две разновидности Гладкошерстную и длинношерстную В 2006 году порода названная русский той То есть русская игрушка Была признана в ФЦИИ В ринге той представляют чемпион Евразии Длинношерстный Орландина комплимент И гладкошерстный Цунами страсти проект шоу Поприветствуем малышей Они отважно показываются замечательной выигрой И завершают Ой, извините Значит, есть еще одна декоративная порода Совсем молодая Русская цветная баллонка Создание этой породы начиналось в 50-х годах в городе Ленинграде И позднее продолжилось в Москве Основными породными признаками являлись Маленький размер Вес от 2,5 до 4 килограммов А также богатейший шерстный покров эффектных окрасов Стандарт был создан в 1964 году Изюминка русской цветной баллонки Ее рубашка Игра цвета и локонов Развитый шерстной покров и богатейшая палитра окрасов Роскошная, пышная, кудрявая шубка нашей маленькой красавицы Выгодно отличает ее от других декоративных пород И делает ее не похожей ни на одну из них Нарядность и неприхотливость Крепкость, здоровье и замечательный характер Русской цветной баллонки Привлекает все больше внимания поклонников Как в России, так и за рубежом В ринге баллонку представляет Гранд-чемпион России, чемпион Евразии Ладушки Топтышко Владелы Джигарева, город Апатиты Мурманской области Поприветствуем Топтышко Прошу И завершает Наше короткое представление Отечественных пород Порода в представлении В общем не нуждающаяся Итак, русская псовая борзая Она является признанным Символом русской кинологической традиции Собака-аристократ Собака-ураган С виду изящная и утонченная Но без труда загоняющая Зверя от лисы до волка На эмблеме российской кинологической федерации Голова русской псовой борзой Эту породу представляет Юный чемпион Евразии Любимая из дома Карповой Владелец Пореченко Город Москва Итак, аплодисменты Русской псовой борзой И прошу всех наших участников Круг почета Под всеобщие аплодисменты Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok